Здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте, уважаемые гости канала. Сегодня мы с вами поговорим о подвиге советских летчиков в начале войны. Итак, 22 июня 1941 года советская авиация приняла неравный бой за родное небо и смогла нанести существенный урон матерому врагу. В это нелегкое время горели не только наши самолеты, немцы также несли потери, которых до этого не знали. А если взять во внимание, что у выпускников советских училищ было около 50 часов налета, и встречать войну им зачастую приходилось на устаревших машинах, ведя бой против асов, сражавшихся за небо, Франции, Польши, Британии. Можно сказать, наши летчики сделали невозможное. Так, 123-й авиационный истребительный полк, базировавшийся под Брестом, сбил 30 вражеских самолетов. Уже в 10 утра лейтенант Рябцев совершил один из первых таранов Великой Отечественной войны, уничтожив мистер Шмидт-109. А Калабушкин Иван Николаевич на устаревшем И-153 за весь день поразил 5 самолетов Люфтваффе. В одном из боев 22 июня его звено уничтожило 4 вражеских машины, не потеряв при этом ни одной своей. В этот же день Калабушкин будет ранен, но сможет приземлиться, и после лечения в госпитале продолжит войну. 41 летчик не вернулся со своего последнего задания, включая командира полка майора Сурина. Он в этот день сбил 3 самолета противника. Вот таким было 22 июня для советской авиации, которая не была разгроблена и продолжала биться за родное небо. А на этом у нас все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok